Добрый день, Сергей. Спасибо, что сегодня у нас и согласились поговорить о тех вопросах, которые, наверное, сегодня являются актуальными. В первую очередь, хотелось бы задать вопрос по поводу развития Альянса, который, насколько я знаю, в Тюменской области, с которой вы приехали, он уже работает. Ну, может быть, так не называется, но, по сути, Альянс – это горизонтальные связи. Вот расскажите немножко об этом и какие практически полезные вещи из этого вам уже удалось вычленить. Да. Уже более 15 лет в Тюмени работает Совет христианских церквей. Это Альянс на добровольной основе всех конфессий евангельских, которые есть в городе. Пресвятеряния, адвентисты, пятидесятники, методисты, баптисты. Вот. И этот Альянс был создан для развития горизонтальных отношений и построения дружбы. И когда мы вместе, мы могли выполнять большие задачи для города и области. Вот. И поэтому он действует до сих пор. И даже правительство Кюменской области поддерживает этот проект. Вот. На каком уровне? Они выделяют нам определенную сумму денег на День семьи, на, значит, Паслу и на Рождество. Мы раньше брали большую филармонию, и тысячи людей приходили туда. Это было замечательно. Мы поздравляем с Рождеством, с Пасхой и День семьи, поднимая семейные ценности. Более того, мы создали Альянс религиозных организаций Кюменской области, куда входят два духовных управления мусульман, Кюменская синагога и большая часть евангельских церквей. Мы проводили аршу Давида, музыкальный фестиваль на Псалме Давида. Вы знаете, что Давид, он псалмопеет у всех трех этих религий. Вот. И поэтому, как замечательно быть вместе. Мы готовы поделиться этим опытом с кем угодно. Ну, Альянсовые отношения, это, ну, или, как вы говорите, горизонтальные отношения, это подразумевает, что нету начальников, да? Ну, да. Я очень рад. Это как консультативный совет, да, в Патерсанской церкви. Да, там временно избирается ведущий, да, председательствующий. Но, так сказать, там нет главных. Это очень важно. Вот. Есть вертикальные структуры, есть сетевые, а есть вот такие альянсовые. Альянсовые, они очень хорошие. Я являюсь представителем, заместителем альянсия, российском и вангельском альянсе по азиатской части. Вот. И я рад, что я в этой команде, я рад, что я могу применять себя в работе этого альянса, который является частью всемирного и вангельского альянса. Ну, вот альянсовые отношения подозревают, что кто-то выполняет функцию модератора. Просто участвуют так, чтобы соблюдалась процедура обсуждения. Да. Но вот скажите, а темы там богословского характера вы как-то затрагиваете? Вызывают ли они конфликты? Слава Богу, нет. Богословские вопросы мы опускаем. Нам достаточно, что у нас есть символ веры. Этого достаточно. Вот. И то, что мы ивангельские христиане. Вот. И мы сегодня уже выросли для того, чтобы не выдвигать вперед свои амбиции, свое учение и свою позицию в этом плане. Мы за то, чтобы иметь во христе Иисусе здоровый ивангельский диалог и совместно что-то делать для Чашкия Божьего. Ну, есть скептики такого форма, такой формы взаимодействия. Ну, например, говорят, что оркестру нужен дирижер. Или там в армии нужен тот, кто будет командовать флотом. Чтобы взаимодействие было организованное. А как вы бы ответили этим людям, почему Альянс не требует такого дирижера? Альянс, в любом случае, какой-то дирижер есть. В Альянсе есть президент и в Альянсе есть генеральный секретарь. Я так понимаю, что основное исполнительное лицо, приводящее в действие Альянс, это генеральный секретарь. Тем не менее, несмотря на то, что он выбран генеральным секретарем, его функция и работа представительская и координационная. Все. Здесь нет императивных приказов. Здесь нет императивной такой вертикальной власти. Чем мне нравится этот союз? Потому что рассматривая Альянс, вернее, рассматривая опыт, и мы понимаем, давайте возьмем менеджерную. Есть две системы управления. Вертикальная структура и сетевая. Вертикальная более устойчивая, но она более жесткая. Вот. И более, ну, как сказать, более такая прямая, что ли. Вот. А сетевая более гибкая. Вот. И она позволяет многим участникам быть в ней. Вот. Почему? Потому что в сетевой структуре все на свободе, жальстве и альтернативе. Это очень важно. Потому что кто-то хочет быть игроком из небольших церквей, участвовать, да, в каких-то процессах. Но в вертикальной структуре, если ты маленький, то, собственно говоря, у тебя шансов на что-то особо повлиять нету. Потому что, ну, маленькая чайка, к примеру, да. А в альянсах не так. В альянсах люди могут донести свой голос. Их услышат. Они могут говорить о каких-то своих правах, о каких-то своих болевых моментах. Поэтому альянс-экип, он очень хорош. Потому что в вертикальной структуре говорят о подчинении и работе, 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 да, подчиняющей в кушке. А в альянсах, альянсах типа, на первом месте взаимоотношения. Это очень важно. Если не будет правильных отношений, искренних разговоров, понимаете, не о работе, не о служении, а о том, как говорят в семьях иногда фильм о голливудке, давай поговорим о нас. Вот я хочу, чтобы в альянсе мы говорили о нас. О наших болевых моментах, вопросах, о наборевшем, о проблемах, о победах, о потерях и так далее. Желаний помочь и поддержать друг друга для славы Божьей и для реализации тех задач, которые стоят перед альянсом. Вот поэтому альянсный гиб, он очень гибкий, удобный и, хочу сказать, честный и справедливый. Ну, насколько я понимаю, что альянс – это такая, как вы говорите, гибкая структура, способная адаптироваться быстрее, чем вертикальная. Да, конечно. И вот вы говорите, что там есть такая возможность поговорить о нас. Вот если говорить о вас, вы написали такую серьезную книгу, в которой пригласили людей поразмышлять о том, что хотелось бы, с чего начиналось, к чему все пришло. В частности, в той структуре Росф, в которой вы тоже являетесь участником. И даже не рядовым участником. Скажите, какие, на ваш взгляд, изменения назрели? О чем болит сердце? Что хотелось бы изменить? Ну, во-первых, я буду немножко по книге говорить, потому что это есть мои мысли. Да, конечно. Да. Во-первых, говорить честно. Это очень важная вещь. Говорить честно. Со временем, когда я был уверен в харизматической среде, мы были очень искренними. Мы были очень-очень честными. И в моей церкви, и в нашей церкви нет никогда какой-то двойных стандартов. Ну, честно, искренне. Но со временем, когда, к сожалению, как это было всегда в истории, когда, ну, секта, так сказать, я сейчас на научной точке зрения, да, секта, да, а ответвление от основного вероисповедания, как христианство от иудаизма, превращается в деноминацию, когда подрастает деноминация, пытается понять власть, власть пытается понять деноминацию, потом она еще превращается в церковь, то есть становится больше и превращается в значимый институт общества, в церковь. И вот уже власть начинает строить отношения, уже сама власть. Вот. И, к сожалению, когда церковь превращается в институт общества, или государственный, скажем так, институт, она где-то теряет свою харизму, часть призывания, огонь, и вынуждена идти на компромиссы при взаимодействии. Вот. Это те минусы, которые могут быть. Вот. Слава Богу, что альянсное движение, оно вне этого. Оно вне политики. Оно вне всего. И самое важное – это отношения. Братские, честенские, деловые, честные. И что мне нравится, что… о чем надо поговорить сегодня? О честности. Вот вы знаете, Дмитрий, честность – это для меня сегодня самое главное. Еще раз. Я не правдору. Вот. У меня нет повышенного чувства справедливости. Вот я прям такой и так далее. У меня его нет. Я не политик. Я не собираюсь заниматься никогда политикой. Ненавижу интриги. Ненавижу куларную войну. Ненавижу пощиживание. Ненавижу, когда на братьев собирают какие-то негативные вещи. Это не мое. Вот. Об этом надо поговорить. Об этих вещах надо поговорить. И вот я закончу мысль. Когда структура вырастает, оформляется, так или иначе она политизируется. Это проблема. Вот. И я бы очень не хотел, чтобы в развитии альянса когда-нибудь пришла бы политизированность. Мы должны строить братство. Братство. Ну, Сергей, вы, я знаю, что имеете три образования высших и понимаете, что такое понятие. И вот когда вы говорите власть, ну, скорее всего, мы под этим словом понимаем государство. Конечно. Ну, а государство, оно является неким таким регулятором. Ну, в теории, как бы, и должно быть вправо. Функция государства регулятивная функция. Да. И оно регулирует, как бы, взаимоотношения между теми субъектами, которые в обществе существуют. Но вот церковь, это один из институтов этого... Одна из групп населения, скажем так. Бог благословил меня способностью, я даже не знал про эту способность, писать. Вот. И я буду писать. Вот. Буду писать книги. Сейчас уже пишется вторая книга. Я уже говорю, что в ней я буду писать о тех учениях, которые у нас были с критической стороны. Вот. И попытаться, так сказать, посмотреть, чему пришли с этими учениями. И, как с моей точки зрения, было бы правильно. Я имею на это право, иметь такую альтернативу, иметь возможность высказываться и писать об этом в книге. Вот. Поэтому считаю, что хорошо было бы, если бы думающие, интеллектуальные люди могли бы высказывать свою точку зрения, альтернативную от сложившейся. Писать об этом, размышлять об этом, думать об этом. Вот. И делиться об этом. Вот. Поэтому я не верю, что у нас должно быть, как в армии, хоть и безобразно, но однообразно. Кто-то один сказал, и все под козырек. Вот. Мы живем в советское время. Слава Богу. У нас есть средства массовой информации, у нас есть интернет, у нас есть возможность быстро и качественно, вот как сейчас, снять какой-то материал и предложить его зрителю. Это очень-очень хороший момент. И именно это показывает демократию, свободу и свободу выражения мысли и своего мнения, что является основной ценностью. Ну, насколько я понимаю, что РосХВЭ – это такой союз, добровольный союз церковных, ну, или союзов других, да, вот, или ассоциаций. И, соответственно, эти ассоциации, союзы имеют свои уставы, свои правила, по которым они живут. Да, да, да. И, ну, по большому счету, РосХВЭ – это такой представитель от имени этих организаций, в том числе и государством, про которое мы говорили. Да, да. Так, по большому счету, ведь союзы же должны определять, что должен представлять их представитель в государственных органах. Разве это не так сейчас? А вопрос еще раз уточни, людей. Вот я понимаю так, что представитель – это всегда тот, кого властью наделяет, ну, снизу. Те, кто его, дает ему мандат. Иди, пожалуйста, расскажи среди вот большого собрания, что мы, вот, христиане, вера евангельская, здесь, в России, например, имеем такие-то проблемы и хотим, чтобы они были решены. Или хотим вот посотрудничать в сфере социального служения. Сегодня это разве не так? Скажите, есть такое понятие просто автархии, когда отрывается голова от тела. Да, ну, наверное, у чем-то правы. Вот, когда, допустим, вот в аппарате президента есть его представитель у президента Пешков. Да, он говорит от имени президента, Да, пресс-секретаря, да. Да, пресс-секретаря, да. То есть, грубо говоря, в лице президента от имени власти представительным голосом является Пешков. Вот, в нашем случае, да, в союзе Эдуарда Гробовенко, у баптистов, в нашем союзе, когда мы выбираем начальствующего епископа или руководителя, тогда, конечно, мы даем ему какие-то полномочия. Ну, говорить, выступать и так далее, и так далее. Ну, координировать, как я понимаю, между собой союз. Здесь всегда есть такая, как бы, может быть, небольшая угроза, вот, в каком плане, чтобы человек не начал говорить от себя, только от своего мнения. Вот, есть какие-то вещи, которые очень важно, чтобы серьезное заявление, а какие-то, может быть, поэтические вещи, и так далее, чтобы это согласовывалось с правлением, ну, с другими уважаемыми главными ассоциацией. Потому что, если человек делает, я сейчас образно, отеченном, от какой-то организации делает заявление, а половина, половина этой организации имеет другую точку зрения, то, по сути, он не может делать этого заявления, не посовещавшись со своими остальными людьми. Потому что, получается так, что, если человек делает относительно чего-то очень важного заявления, то он должен узнать мою точку зрения и скорректировать это. Если, так сказать, да, мы человека выполномачиваем, вот поэтому я считаю, что те, кто находится у власти руководителя, должны очень серьезно и ответственно подходить к этому моменту, чтобы учитывать интересы не только одних кого-то, но учитывать интересы и всех, которые входят в то иное объединение. Это очень важно. А как вы думаете, это можно было бы реализовать, вот конкретно в Росхаве? В нашем Союзе я думаю, что, как бы сказать, более открыто об этом говорить. То есть, вначале говорить, а потом делать заявление, чтобы было не наоборот. Вот тогда это будет работать нормально. А как сегодня формируется, например, повестка дня заседания? Как происходит обсуждение важных для организации вопросов? внутреннюю жизнь Союза обсуждать на камеру. Это не совсем правильно, и было бы, так сказать, не это. Ну, неправильно. Но, так сказать, вообще формирование повестки Росхавея, оно должно быть на уровне правления. То есть, собственно говоря, аппарат, значит, Росхавея, правления, и иногда Духовный совет с каким-то предложением, вот, они формируют повестку. Бамбанку пишут и отправляют, вот, мне как председателю экспертного совета и членам правления для согласования. Вот так формируется повестка на правление Росхавея. Вы можете какие-то корректировки вносить? Конечно. Особенно, как председатель экспертного совета и заместитель начальствующего епископа по Уральскому федеральному округу и Республике Крым. Вот, я могу вносить корректировки. Это моя компетенция. А какими правами обладают, ну, просто, ну, будем говорить, поместные церкви в этом случае? Дело в том, что в правлении представители этих поместных церквей главы ассоциаций. Поэтому, вот, они там как-то решают в этих ассоциациях и их представители вносят корректировки. Ну, вы знаете, мы тут недавно записывали одно интересное интервью и его участник сказал, что вообще вся жизнь это договора. то есть договариваться друг с другом. Договоры. Договоры. По-русски так будет. К договорам нужно созреть. То есть, он говорит, договоры осуществляют те, кто вырос, ну, стал взрослым. Не по возрасту, а вот стал ответственным и взрослым. И то, что мы сегодня с вами обсуждаем, вы говорите, это открытость и честность, но продуктом этой открытости и честности должно стать доверие. и вот скажите, вот этот принцип доверия и вот взрослости, ответственности, да, репутации, вот этот принцип, это основополагающий принцип для развития будущего, развития христианских ассоциаций, альянсов и так далее. это доверие и открытость. Вот эти две вещи, если будут куруары, подковерная возня, мы превращаем, мы превратим любую религиозную организацию, объединение в политическую штуку, полную интриг, дряск и так далее. Вот когда я читаю Библию, там вообще в Библии нет союза. Ну, как бы, если смотреть модель, мы видим модель церкви, да, то есть у каких-то, допустим, парят там на островах на шардан церкви писал своему там Тимофею, еще кому-то и так далее. Да, видение церкви были, но это не была, так сказать, система подчинения, это была система взаимодействия апостола со своими церквями. Вот, и, конечно, время было древнее, тогда у старых не было регистрации, не было и так далее, и так далее. Но я нигде не увидел, так сказать, модели, по сути, в Библии, да, каких-то больших объединений. Они спонтанно возникли уже позже, как и, собственно, католики, как и русская православная церковь, тогда просто русская церковь, да, вот, и у протестантов тоже. Ну, наверное, объединение необходимо, потому что люди хотят иметь отношения и оформить законные отношения, вот, в этих отношениях, путем вхождения в структуру. Вот, в нашей стране мы были вынуждены это сделать после закона 98-го года, когда мы были все независимыми, у нас отчеток началась независимо, вот, и когда вышел закон, мы определялись, куда нам войти, вот, и по моему складу, по темпераменту, по количеству именно харизматических цепей, то есть я вошел в Дружковой Е, мне это было ближе. Ну, таким образом вы считаете, что если тогда это было требование закона, сегодня это должен быть какой-то, ну, новый контракт, союз, или как это принято говорить общественное соглашение, но на иных правилах равенства, открытости, и может быть малые должны играть большую роль, чем сейчас играют. Ну, да, дело в том, что думаю, что с облимением, с облимением, может быть, уже не мою жизнь, я думаю, что уж придет еще не скоро, вот, невеста точно не готова еще, вот, и вот, я думаю, что это будет не скоро, что мы со временем, либо наши вертикальные структуры превратятся в лесного типа, ну, как бы, сменчится вертикаль, значит, и, может быть, именно эпископальная система, она уйдет куда-нибудь, придет больше, как бы сказать, подобие пришвитерианского, пришвитерия, да, когда, пришвитерия, это совет пришвитеров, вот, и так далее, вот, как про маленькие церкви, у маленьких церквей есть одна проблема, они в провинции, они не продвинуты, они не развиты и не понимают процессов, вот, я думаю, что, когда на правлениях союзов, даже главы ассоциаций не все понимают, о чем вещь вообще, о чем стране, и так далее, не из-за того, что они плохие люди, не из-за того, что они там недалекой, у них просто нет понимания и картинки мира, ситуации и так далее, и в теме только те, кто в Москве, около Москвы, или какие-то крупные продвинутые церкви, которые имеют такие ресурсы, вот, и они продвинутые, вот тут вот есть такая проблема, но игнорировать маленькие мы не можем, по одной простой причине, они иначе вымрут, сегодня у них нет денег, сегодня пастыри болеют, кому за пятьдесят, лечиться нечем, семь до новых пусках не были, и так далее, и так далее, мы можем построить круглые церкви, собраться и сказать, да все нормально, потому что церковь нас содержит, а маленькие церкви так не могут сказать, и когда они бьются за выживание, им не до высоких материй и вангельские движения, они в неведении, и поэтому, когда они приезжают на соборы, на большие, они не понимают, что происходит, им говорят, да суки, а они грошуют, и так далее, но по факту они, конечно, не понимают, что происходит. Технологии сегодня позволяют проникать куда угодно и в маленькую глубинку, это только дело, что называется, желания и хотения. Сергей, вы затронули еще одну очень большую тему, и я надеюсь, мы еще раз встретимся и продолжим эту беседу, а сегодня хочу вас поблагодарить за откровенный разговор и пожелать вам Божьих благословений. Пожелать вам Божьих благословений. Божьих благословений.